Обходы города Анатолий Пахомов проводит регулярно, и сейчас они посвящены подготовке к чемпионату мира по футболу. Готовиться к международному событию должны и улицы, курорты, и жилые дома, и коммерческие объекты. В микрорайоне Мацеста они не являются показательными. На территориях многочисленных баз разруха, местами свалка, сами постройки разного калибра. Об асфальтировании территории не идет и речи. За нарушения, в том числе ненадлежащее содержание фасадов, арендаторы привлечены к административной ответственности. А вот уже к другой, более строгой ответственности предприниматели будут привлечены за неуплату земельного налога и, в принципе, за отсутствие договоров аренды. Земля под коммерческими объектами муниципальная, только в бюджет города средства за ее пользование не поступают вот уже лет 15. Ко всему прочему, пришедшие на совещание предприниматели не являются собственниками данных строений. Зачастую правообладатели вообще не проживают в Сочи. Если он не платит налог нам, то как вы можете ему платить? Вот эти вот земельные участки, кроме предпринимателя 46, не оформлены. Она правильно сказала, она единственная, которая имеет официальный договор. А то, что касается Сочи спецпрохстрой, то, что касается Яковлева, это полное безобразие. И давным-давно он не платит деньги за аренду земли, не платит, а собирает их. Поэтому я и говорю, то, что у вас, я не предъявляю претензий к арендаторам, ну просто, но вы должны написать заявление в ОБЭК, что вы платили деньги. Неузаконенные строения будут сносить. Остальные обязаны привести свои строительные металлобазы и РБУ к единому архитектурному стилю. Это красно-коричневая кровля и песочного цвета фасады, напоминают предпринимателям. Очередной инспекционный обход Мацесты мэр Сочи запланировал на 15 мая.